Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео я посвящу своим ароматам лета. У нас сейчас зима, а у большинства моей аудитории у вас в основном сейчас у всех лето. Поэтому я вот таким горячим воспоминанием снимаю для вас видео о моих ароматах летних. Это не то, что рекомендация для вас, какими надо пользоваться ароматами летом. Просто это вот то, что я любила носить этим летом. Какие-то ароматы перешли со мной плавно из прошлого лета, какие-то ароматы появились у меня в этом году. И я вот их прям носила летом с удовольствием. И какие-то из них они у меня вот прям только ассоциируются с летом. Сейчас я все их отложила, больше я их не ношу. Также я поговорю немножечко о планах на будущее лето. Я нашла несколько ароматов, которые прям, мне кажется, прям прекрасны на лето. Но вот сейчас мне их покупать смысла нет, потому что у нас сейчас уже холодно. Давайте начнем. Первый аромат, который я вообще приобрела в начале лета, это был Иланг 49 от компании Лилаба. Я вот прям его ассоциировала со своим летом. Я хотела, чтобы мое лето пахло именно так. Очень страстно, очень жгуче, ярко, громко. С невероятно красивым шлейфом, притягательным. Вы знаете, этот аромат тут Иланг. Иланг, он знаете, он такой тут немножко заувалированный. Это как бы Иланг, но не Айланги. В общем-то, как все ароматы от Лилабы, если вы видите там Иланг, или вы видите Ирис, или вы видите Розы, или вы видите Пачули. Это не будут вот прям явные ароматы вот именно об этих нотах. Это будет такой микс, который подчеркивает эти ноты, основные вот эти названия. Но это будет более сложно, это будет более интересная история. Здесь и Пачули тоже присутствуют, причем такие землистые, и Иланг, и какие-то специи, может быть даже гвоздика. Он такой очень цепкий, хваткий, страстный, как я уже сказала. Он невероятно красиво раскрывается в течение дня и очень хорошо шлифит. Он видоизменяется, он то есть не такой вот плоско вот играет. Ну знаете, вот бывают такие ароматы, они от начала и до конца вот не меняются. Иногда это очень хорошо, иногда это не, ну как бы, утомляет. Вот здесь у вас целый оркестр бутылочки во флаконе. Здесь у вас начинается там с каких-то, не знаю, барабанных установок. Потом переливаются какие-то арфы, струнные инструменты включаются. Потом духовые, потом еще что-то, еще что-то. И в конце, ну в конце это вот просто вот какая-то, знаете, такая нега, феерия. Какая-то даже немножко пудровость присутствует, но такая вот, ну не то что... Цветочная пудровость. Цветочная пудровость, здесь нет никаких фиалок, нет ириса. Ну вот, не знаю, что дает вот это ощущение пудры в конце уже. В конце, в конце, в конце, в самом-самом базе, в базе этого аромата. Ну он великолепный. Я носила его с удовольствием летом. В теплую погоду он раскрывается превосходно. Посмотрим, как он будет вести себя в прохладе. Вот сейчас у нас 9 градусов, например. То есть достаточно холодно. В дождь, в прохладе. Я думаю, в дождь он тоже будет хорошо играть. Так что иланг 49. Если вы ищете что-то такое жгуче, прекрасное на лето, ну обратите внимание, я всегда влила бы и рекомендую. Я уже говорила, что мне очень понравился этот бренд. Поэтому вот в этом году я его открыла. Не в этом, в том году. Я его открыла для себя. И вот он мне очень пришелся по душе. Следующий аромат, который у меня появился на Новый год, это тонко 25, тоже Лилаба. Это совсем другая история. Она более сладкая. Нет, они, знаете, если вам марка не понравится, то она вам, скорее всего, сразу же не понравится. И потом не будет шансов, что она вам понравится. Потому что все ароматы Лилабы имеют очень такой специфический характер. Они все очень могут оттолкнуть или, наоборот, притянуть к себе. Притягивают или отталкивают. Вот меня они притягивают скорее, да. Тонко 25, когда у нас появилась только эта новинка, я решила, что он мне нужен именно на Новый год. Я хотела этот аромат себе в подарок, и я его, собственно, получила. Тонко 25 – это медовый мускусный аромат. Необыкновенной красоты мускус. Такой, знаете, чистый, но текучий, как ириски. Знаете, как вот такие ириски сладкие. И вот все это в меду, и все это такое немножко на жаре расплавленное. Аромат, вот мне кажется, он очень классно именно летом раскрывается. Хотя, повторюсь, я его не пробовала носить, когда прохладно. Попробую, с удовольствием вам расскажу. Но вот летом я с ним встречала Новый год, я с ним ездила потом отдыхать немножко за город. То есть ты весь день в нем, ты ходишь на пляж, ты купаешься, ты принимаешь солнечные ванны. И вот этот вот аромат – идеальный спутник. Он может показаться громким. Ну вот, не знаю, на моей коже он был достаточно таким мягким, носибельным, невызывающим совершенно. Потому что иланг, иланг, он может быть очень вызывающим. Так что тонко 25 – моя летняя новинка. Очень прям вот она мне в этом году понравилась и зашла, как говорят, да. Очень я люблю носить летом. Весной, летом. Вот зимой этот аромат у меня вообще никак. Там вылезают ноты, которые мне не нравятся. Дан Лепо от Луи Виттон. Мы с сыном ездили отдыхать в начале лета на Бали. И вот я брала туда этот аромат. Было очень жарко. Было, вот знаете, такой... Если в Сидне это влажность, то там вот жара такая более... Как сказать-то? Ну, не влажная, короче. Не как в сауне. Более такой сухой воздух там. Но, тем не менее, было очень жарко. И вот этот аромат на вечер, в жаре, где-то вот, знаете, мы сидели, там был огонь. Ну, типа камина, что-то такое. И вот он раскрывался просто божественно. Там именно появлялся этот красивый-красивый жасмин. Кожа была такая нежнейшая. То есть кожаный... Это кожаный аромат. Там в нем присутствует много кожи. Но вот именно вот в жаре, именно вот в том климате, балийском, он был прекрасен. Один из самых красивых в этой линейке от Louis Vuitton. Мне еще очень нравится турбулентность, турбулент с туберозой. Пробую, пробую. Иногда он на мне стойкий, иногда не стойкий. У меня есть несколько его пробников мне дали в бутике. Не знаю, если бы еще приобретала, наверное, купила бы все-таки турбулент со себе. Но вот данлю по на лето, это просто... Это нереальная красота. Именно вот в жару, в жару, в жару, в жару. А когда я его ношу в более прохладную погоду, появляется больше кожи. И кожа такой немножечко... Такой грубой кожи, знаете, такой кожаный портфель. Но дорогой портфель, очень-очень дорогой портфель. Если вы любите более мягкую кожу, например, как в Bottega Vignetta, это совсем другая история. Надо пробовать. Надо пробовать очень разные ароматы. Раз мы заговорили про Бали, как мы с сыном отдохнули там, вот как раз это началось мое лето. Потому что когда мы уезжали, в Сиднее было еще, ну так, жарко, но не очень. Лето не вошло в свою там коронную колею. То есть самое лето, лето, лето мы начали именно вот на отдыхе. И вот у меня был Louis Vuitton аромат на вечер. А утром, днем и вообще когда угодно, это был бланш. Это просто, вы знаете, вот просыпались, душ, шли на завтрак. И вот этот вот аромат, он, вы знаете, он бодрит, он вас как бы будет, освежает. Но в нем все. Это даже не духи, это вот просто аромат чистого тела. Вот просто чистого тела после души. После души, причем такого прохладного, с каким-нибудь хорошим, таким нейтрального аромата. Гелем для души, вот что-то такое. Этот аромат очень сложно назвать каким-то вот прям в нем розы или там в нем мускус или еще что-то. Я не знаю, что в нем лежит. Для меня это аромат чистоты, аромат немножечко стирального порошка, такого, знаете, хорошего порошка. Даже не порошка, а вот именно белья, которое вот только-только вы вытащили из вашей стиральной машины. Вот что-то такое, очень освежающее, хрустящее такое, чистое. На лето кто ищет идеальный аромат, ну обязательно пробуйте, обязательно пробуйте. Мне нравится порошковость в этом аромате, кто-то вообще ее не любит. Так что Blanche Байреда это был мой прям такой очень самый-самый-самый аромат на жару, самый топ, скажем так. Следующие два аромата, я их покажу именно два. Наркотик Винас ношу только вот летом, мне нравится именно летний его растительный. Расскрытие. Важно, главное, с ним не переборщить. И аромат от Майкла Корса, по-моему, так называется, Майкл. Сейчас я его вам достану, сначала расскажу про это. Здесь у нас, ну это просто, это хоровод белых цветов, это охапка белых цветов, сливочных, жирных, таких вот прям мощных, маслянистых, немножко индольных. Если переборщить, он да, он может индолить, но это такой красивый индол, знаете. И здесь и туберозы, здесь и жасмин, и лилии. Знаете, иногда слышится больше жасмин, иногда слышится больше лилии, иногда слышится больше туберозы. В зависимости, вы знаете, от температуры вашего тела, от ваших эмоций, ну, естественно, от окружающей среды и так далее. Превосходный аромат, именно мне нравится его носить летом. Летом. Летом он вот прям во всю свою мощь красиво раскрывается. Насоматный наркотик Винус. И вот следующий аромат от Майкла Корса Майка. Я его купила в этом году, тоже летом. Знаете, не смогла не купить, пока это у него была очень такая небольшая цена. Он у меня когда-то был уже давно. Но вот в этом году я его приобрела себе опять, с удовольствием носила. Это не клон. Нет, ни в коем случае. Но они похожи чем-то. Это тоже бело-цветочный аромат. Здесь больше медовости, наверное, присутствует. Больше сладости. То есть помимо цветов, если там экстракт духов, там вот просто экстракт вот этих вот бутонов белых, да, бутонов, лилий, вот этих вот маслянистых... Маслянистых лепестков, да. Здесь все это немножко замешано с... Ну, немножечко так с химией, немножечко с медиком. Ну, вот как-то так. Ну, очень все красиво, очень гармонично. Несмотря на то, что это парфюмированная вода, не духи. Аромат очень стойкий. И вот знаете, если... Ну, я уже говорила, по-моему, в каком-то видео, если вдруг вы ищите там похожее что-то на наркотик Винус, Винус, обратите внимание вот на этот аромат. Майкл Корс, Майкл. Я небольшой поклонник вообще ароматов Майкл Корс. Вот этот мне нравится. Остальные, нет, даже не спрашивайте у меня. Ну, не мой, наверное, дом просто. Вот этот очень классный. Я его носила с удовольствием. Знаете, на работу, вот прям с утра, на работу. Я брала его с собой в сумку. В течение дня как-то я вот его обновляла, да. С наркотик Винус ты так не будешь делать. То есть наркотик Винус, он такой, знаете, с утра пойти напшикаться и пойти с ним на работу, он немножечко будет вас утомлять и давить на вас. Ну, тоже в зависимости от того, если это какой-то микро-микро пшик, то, может быть, это будет нормально. А вот этот вот, он более такой носибельный. То есть вот на каждый день он подходит, вот реально вам говорю, на лето. Плюс я люблю, если это вот аромат, например, наркотик Винус, это весь день, весь день я его ношу. Все прекрасно. Если я ношу этот аромат, то вечером я могу уже нанести какой-то другой. Я в основном каждый день меняю ароматов от двух раз до трех. Ну, в зависимости от того, что я делаю, какой у меня график, хотел сказать, рабочий график. Ну, вообще, какой у меня график, да. Какой у меня график. Следующий аромат, который я вот как раз, если мы говорим о вечернем аромате, который я ношу вечером, в основном, редко, когда я его надеваю прямо на весь день, с утра, он для меня более такой какой-то особенный. Это портрет оф леди. Он летний для меня. Я обожаю его носить летом. И вот летом он именно на вечер, он просто потрясающий, потрясающий. Я знаю многие, ну, после вообще хвалебных отзывов о нем блогеров и там, я не знаю, приобрели там, ну, отливант или еще что-то, и многим он не понравился категорично. Какой ужас, какой ужас. Слушайте, мы все разные, у нас у всех разная кожа. Для меня это шедевр. Для меня это шедевральная просто какая-то специевая роза. Очень такая пряная, очень тяжелая, мощная, вызывающая. Знаете, вот бывают такие женщины, которые... Они хороши собой, они умны, и они вот, знаете, могут вас напрягать. Ну, бывают, знаете, такие героини в кино, стервы, да? И вот этот аромат, он мне напоминает вот такую вот женщину, которой ты вроде как и восхищаешься, но в то же время дружить с ней особо не хочешь, и иногда она тебя напрягает. Ну, вот что-то такое в нем есть. Ну, я от него балдею. Я от него без ума. Я когда в этом аромате у меня просто крылья, крылья появляются, я просто чувствую себя, как я уже говорила, богиней. Портрет оф и леди. Когда у меня закончится, я куплю, наверное, себе все-таки 50 мл. Здесь у меня десятка. И, ну, раз-два, два пшика, больше его не нужно. Вот для вечера он прекрасный. Это вот, что мы говорим, если мы говорим, если я меняю в течение дня ароматы. Идеальный летний аромат для меня, я его отношу только летом, честно. Летко одеваю, когда его зимой. Как-то вот он у меня не очень. Интенс Загорск. Вот Интенс Загорск, он именно на лето для меня хорош. Он не очень стойкий. Ну, как? Это, по-моему, что у нас? Это туалет. Это туалет. Он не очень стойкий, но, вы знаете, он дает такой вам классный заряд. Вот когда вы пьете, ну, если кто любит, смузи, например, да? Бывают смузи, вот эти вот шейки, да, фруктовые. Бывают там с клубникой, с бананом. Ну, вот у меня, например, кто-то любит, да? Такой микс бананы, клубника, малина. Все так, знаете, вкусно. А кто-то любит, например, огурец, кейл, какой-нибудь капусту, морковь туда, и еще там сельдерей и лайм, например. И вот это совсем другое уже микс. Вот для меня вот это что-то из этого рода. Это такое странное сочетание вкусов, если мы говорим о фруктах, да? А здесь странное сочетание нут. Вообще, Ком де Герсон, я о нем сделаю потом, об этом бренде, отдельное видео. Потрясающий бренд. Один, ну, я к нему отношусь очень хорошо. Одни из первых у меня пыли, аромат именно от марки Ком де Герсон. Ну, Загорск – это прекрасный урбанистический аромат. Вообще, все Ком де Герсоны, они такие городские, они городские джунгли ароматы. Здесь это, ну что, это серия у нас с ладаном. Это ладан, это дерево, это какой-то бревенчатый сруб. Как я говорила уже, он для меня очень ностальгический, потому что мне кажется, что так пахло в моем детстве в деревне, когда я с подружкой проводила лето, вот что-то такое в нем есть. Запах моркови я теперь стала чувствовать. Мне написали, что, а как же морковь, там же такая явная морковь. Ну, вот когда вам напишут, да, вы начинаете, да, действительно чувствовать эту морковь. Вначале мне казалось, что это просто какая-то, вот знаете, пряная древесина. Ну, морковь, да, морковь здесь тоже есть, очень прикольный. Вот на лето с утра, когда вам надо что-то там, ну, работу пойти, да, он прекрасен, он прекрасен, он не очень такой стойкий, он легкий, он энергичный. Очень здорово звучит именно лето. Следующий аромат, который мой уже не знаю сколько лет, годы 4, наверное, летний аромат, самый любимый у лютанца, это Энбуа ванил, ванильный лес. Я не буду говорить о нем много, у меня была раньше традиция каждый год справлять в нем Новый год, в этом году я справляла в тонко 25 помад, но вначале был этот, с утра у меня был этот, я его начинаю носить именно на Новый год. Повторюсь, мы живем в Сиднее, и когда Новый год, у нас жара, вот самая такая, пик жары, самое-самое лето. И вот у меня вот этот аромат именно летний. Ну что, тут прекрасный ваниль, тут кокос, тут персики, здесь деревяшки, сандал, но тут много чего. Аромат вот просто, знаете, счастья. Аромат счастья, аромат предпраздничных дней, каких-то вот, знаете, расслабленного настроения, когда вы, знаете, когда вы предвкушаете что-то хорошее, вот этот аромат для меня именно такой, и он для меня летний. Так получилось. А еще один аромат, обожаю его носить только летом, зимой мне в нем холодно, весной, ну можно иногда весной. Это реплика Lazy Sunday Morning от Maison Martin Margiela. Классный, классный мускус, классный ландыш. Ландыш, он немножко перекликается у меня с ароматами Blanche Береда, с ароматом, сейчас я вам запокажу еще раз. Вот эти два аромата, они могут идти вот прям вот в паре. Это такие нейтральные ароматы летние, освежающие, такие, как парус у корабля, знаете, вот он, когда его ветром надувает, он вот такой вот весь прям. Полный воздух, дышит полной грудью. Вот эти вот ароматы, вот в них вот можно дышать полной грудью, они вас не напрягают, они очень легкие, они свежие. Ну вот летние, вот они летние для меня, так что если ищете что-то такое свежее, красивое, ненадоедливое на лето, то да, я бы вот рекомендовала реплику и Blanche. А дружат прекрасно с другими ароматами, и вот такой на дневной вариант идеальный. Потом можно на него наслаивать еще раза два что-то другое, смело, все будет хорошо. Хорошо, только летом, не часто, ношу и в Ресо, и в Сен-Лоран, в туалетной воде. Это шампанское для меня, такое уже немножко подбродившее, с подбродившими фруктами, которое так уже немножко постояло на столике где-то в кафе, а на улице жарко. И кто-то там ушел по телефону говорить и забыл о своем коктейле. Вот что-то такое в нем есть, очень веселый, очень такой аромат летний. Лето это всегда весело, лето это солнце, солнце когда это прекрасно. Вот для меня он такой, с пузырьками, искристый, золотистый, фруктово-шампанская песня. Но не буду долго о нем говорить, ношу его крайне редко, но метко. Редко, но метко. Следующие два аромата, я не могла их не включить, хотя в этом году носила их очень мало, но не могла не включить их в обзор, потому что это, вы знаете, уже такая икона летних ароматов. Ну вот на моем канале, во всяком случае. Это, конечно же, Elan Can Gold от Mikalev. Это, ну это чистый кайф, это чистый кайф, это рай. Это, вы знаете, можно просто им нарушиться, закрыть глаза и представить, что вы вот где-то на шезлонке, вытянутая ножка, раскачивает такую тапочку на каблуке, и вы там, не знаю, птички поют, и шум прибоя, шум моря. Вот это вот аромат об этом. Аромат просто чистый кайф. Чистый кайф, чистый релакс, сладость, томность, счастье, золото, солнце во флаконе. Ну вот все вот эти вот эпитеты, это все об этом аромате. А, невероятно стойкий, невероятно шлейфовый, очень хорошо. Вот просто вот с утра и до вечера, несмотря на то, что вы потом можете в бассейн пойти и купаться, вы все еще будете его слышать. Очень качественно скроенный аромат, бесподобный. Бесподобный, очень я его люблю, и не перестаю им восхищаться уже который год. И из той же истории редко носила в этом году Ананда от Mikalev. У меня еще был один флакон, он закончился, я его уже буду в пустых баночках показывать. Это новый флакон, ну вот как-то вот редко я вот... Ну знаете, бывает вот вы прям вот любите-любите-любите аромат, очень часто его носите, и он вам немножко надоедает. Вот сейчас у нас не перерыв, но, тем не менее, это самая-самая красивая Ананда в мире. Я пробовала, по-моему, только еще Ананда Dolce, а там еще какие-то вышли, это уже я не пробовала. Но вот эта, ну классическая версия, она всегда самая лучшая, ну как правило. А здесь, ну сейчас тут какая-то пыльца, тут какая-то мускусность, тут какие-то, знаете, легкие такие цветочки. Здесь, ну за счет, наверное, вот этого вот пыльцовости, ну как пудровость какая-то. Ну не знаю, он пушистый, он легкий, он красивый, переливчатый, такой женственный аромат с прекрасным тонким нежным шлейфом. Такой, вы знаете, ладный, ладный, ладно-ладно скроенный, эффектный, такой, вы знаете, неуловимый иногда. Иногда, вы знаете, если вы вот его ловите, у меня у подруги этот аромат, если я ловлю на ней его шлейф, то он просто потрясающий. Он ни на что не похож, он, ну классика Жангра, наверное. Поставлю его вот сюда, красивый. Так, ну естественно, корнал флауда, мини-крепьен. Слушайте, я хотела его в этом году закончить, но мне так жалко стало. У меня еще первый выпуск, видите, сейчас они сделали, ну, другая крышка с белыми тут инициалами. Это вот еще из первых выпусков, бережно мною, любимый, хранимый. Не хочу сказать, что он прям очень, они не отличаются. Тот выпуск, этот я пробовала в магазине, наносила. Этот просто более, видимо, отстоявшийся вариант, более такой стал терпкий. Пусть будет, пусть будет, я ношу его редко, но если ношу, ребята, это чудо. Это праздник души моей. Это праздник, это восторг, это вот просто куча, куча моря эмоций, море вдохновения, море всего самого-самого прекрасного. Ну что, тут тубероза, ода туберози, вообще аромат этот создавался очень много лет, был активный вот этот поиск, это необыкновенный, ни на что не похожий. Туберозы вот так и есть, так и есть. Тубероза, зелень, кокос, очень большая пирамида. Но для меня это, да, для меня это, это был один из первых ароматов с нотой туберозы, который меня вообще зацепил, который меня вот просто поразил. И вот с тех пор, вот благодаря Cardinal Flower, тубероза является одной из самых-самых моих любимых нот в парфюмерии. Juliet Has a Gun Citizen Queen очень редко носила, буквально, может, раза три этим летом, но тоже не могу ее не показать, потому что аромат достоин внимания, но обязателен к затесту. Он пудровый, он кожаный, он странный немного, но на лето, в жару он раскрывается, ну, каким-то чудесным чудом. Ну, повторюсь, обязательно попробуйте, вслепую не покупайте. Классный аромат, я не знаю, они сейчас еще его производят или нет, но если найдете где-то, обязательно попробуйте. Красивый, красивый, необычный, стойкий, очень шлейфовый и очень комплиментарный, знаете, у меня столько ароматов, даже на Cardinal Flower я не получаю столько комплиментов и как-то внимания, как на Citizen Queen. Всегда, если я хожу в Citizen Queen, ну, не прям вот всегда, но всегда отмечают и всегда спрашивают, особенно девушке, конечно, что у вас за духи, очень прям вот так приятно пахнет. Это большая редкость. И два аромата, все, заключительных два аромата от Роберто Пеге, Мадемуазель Пеге и Даглас Ханан, это вот только чисто мои летние варианты. Здесь тубероза сливочная с грушей, такая вот, знаете, привет из детства, лимонад дюшес, ну, вот что-то такое, очень приятное, очень легкое, такое вот поэтичное. А это уже Мадемуазель Пеге, это Fleur d'Oranche, апельсиновый цвет, миндаль, какие-то, что там еще-то? Ну, для меня вот апельсиновый цвет и миндаль. Очень красивый тоже кремовый, яркий, шлейфовый, стойкий аромат. Вот идеальный аромат, мне кажется, для того, чтобы поехать куда-то, например, в поездку, он не надоедает. Что этот, что этот, я вот прям их очень люблю, и вот Даглас Ханан у меня уже почти заканчивается. Все, это были вот мои ароматы самые-самые-самые летние. А сейчас я вам немножечко расскажу о своих планах на будущее лето. Я тут познакомилась с новинкой Sun Dazed от Bayre, да, я вам уже ее показывала. Великолепный, великолепный аромат с Нероли. Вот я подсела на Нероли, и я поняла, что вот следующим летом я буду, наверное, носить Нероли, потому что я наслаждаюсь, я наслаждаюсь этой нотой, я ловлю ее, я еще ароматы с нотой Нероли. Раньше я как-то очень, даже можно сказать, негативно относилась, но вот сейчас, особенно после Sun Dazed, мне очень понравилась эта нота. Дальше. Я уже говорила, что он мне очень нравится, но повторюсь еще раз. У меня вот такой набор Hermès, и здесь Jours d'Hermès. Jours d'Hermès классический, какие там чудесные Нероли. Какие там чудесные Нероли, деликатные, классические, такие изысканные, благородные. Знаете, такая дама в льняных одеждах белых, такая прям высший свет. Вот хочу, хочу себе эти Нероли очень сильно. И, конечно же, Нероли, ну вот это вот у меня коробка Лилабамая, уже, наверное, многие ее видели. Здесь у нас аромат Нероли 36. Нероли 36. Я их носила. Он не такой яркий, он не такой шлейфовый, громкий вообще. В нем меньше характера, нежели чем в Ланге и в Тонко 25. Но он вот прям, знаете, мне кажется, на лето он идеальный аромат. Он пахнет солоноват, он пахнет морем, он пахнет какими-то немножко устрицами даже, знаете, рыбным маркетом, солнцем, соленой водой. И вот Нероли. Это так красиво. Это вот прям, знаете, вот прям лето, 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 лето. Вот хочу вот себе теперь на следующий год, чтобы мое лето было Нероли от Лилаба. Все. На этом все. Надеюсь, вам понравился мой обзор. Такое вот, знаете, я вот именно достала то, чем пользовалась. Чем не пользовалась, я вам не показала. Чем-то больше, тем-то меньше. Ну вот какие-то вот были вот прям хиты, а какие-то пользовалась, но уже с менее, с меньшим удовольствием. Но, тем не менее, ароматы все хороши. Ароматы очень подходят мне на лето. Кому-то они могут показаться очень яркими и громкими для лет. Но мне нравятся. Мне нравятся на лето вот какие-то такие очень экстравагантные ароматы, особенно на вечер. На этом было все. С вами была Аленка Блог. Пишите свои варианты летних ароматов. Может быть, вы уже что-то приобрели себе на лето, что-то такое необычное, интересное. С удовольствием почитаю. Пока-пока. Чао-чао. Пока. Пока.